Это происшествие заставило содрогнуться сотрудников всей авиаиндустрии в США. Всё случилось в салоне самолёта компании «Юнайтед». Доктор Дэвид Дау отказался покидать своё место, после чего его выволокли из салона, нанеся множество повреждений. И хотя сам Дау уже давно уладил дела с авиакомпанией, сотрудники других перевозчиков до сих пор потрясены случившимся и переживают последствия инцидента. Как только произойдёт ещё хоть что-нибудь подобное, думаю, скандал получится куда громче, чем в случае с Дау. Три бортпроводника, работающие в трёх разных авиакомпаниях, попросили не показывать их лица и не называть имён. Случай с Дау привлёк нам очень много внимания, и отнюдь не в положительном смысле. Некоторые пассажиры теперь уверены, что могут вести себя более вызывающе. Нам из-за этого приходится нелегко. Теперь, когда бортпроводникам нужно попросить пассажира что-то сделать, они моментально замечают множество нацеленных на них камер телефонов. Другие пассажиры записывают каждый их шаг и каждое слово. Причём боятся они не появления видео в социальных сетях о того, что авиакомпания оштрафует их. Тем более, что неприятных случаев в салонах самолётов хватает. Пассажиры нередко дерутся и яростно спорят с бортпроводниками. А такого рода растущая напряжённость приводит к тому, что бортпроводники не так строги, когда дело касается соблюдения правил поведения в салоне самолёта. Просто потому, что они хотят избежать открытой конфронтации. Причём речь может идти о чём угодно – отказе пристегнуть ремни, отключить мобильный телефон или компьютер, или даже отказе помочь экипажу в случае аварийной посадки самолёта. Если пассажир игнорирует меня, я просто ухожу. Я могу сказать раз, максимум два, но вступать в спор не стану. Мы боимся конфликтов. Сами бортпроводники называют такой подход – информировать, но не настаивать. Думаю, это ставят под угрозу уровень безопасности на борту. Если даже один человек в салоне отказывается соблюдать правила, его примеру могут последовать все остальные. Однако в Федеральном агентстве воздушного транспорта США заявили, что не наблюдают снижение внимания экипажей к вопросу безопасности на борту. Тем не менее, бортпроводники продолжают волноваться. Больше всего я боюсь, что на меня нападут. Физически нападут. То, что в случае насилия в самолётах участились, признали и представители самих авиакомпаний. Они утверждают, что сейчас работают над тем, чтобы научить бортпроводников лучше справляться с непростыми ситуациями. Правда, они добавляют, что надеются на сознательность всех сторон и их понимание того, как важно слушать друг друга. Сами бортпроводники при этом не верят в подобные перемены. Если честно, я уже не думаю, что всё когда-нибудь будет так, как раньше.